Хоть мы и живем в век высоких технологий, народная медицина до сих пор не покинула нашу жизнь. А некоторые соотечественники не доверяют лекарствам и лечат болезни различными отварами, мазями и настойками. Глава села Хрюк Загидин Сулейманов по образованию врач-ветеринар. Рассказывает, что еще в 6 лет старики и чабаны поделились с ним секретами народного врачевания. Я лазил по горам, там старики, доярки, бабушки, чабаны рассказывали, какие травы и на что действуют. С этих пор я стал увлекаться травами. За последние 20 лет я уже, ну как бы тоже развлечение для меня это. Гуляю по горам, когда очередь приходит, коровы пости, поднимаемся. И просто, чтобы время тоже зря не терять, собираем разные травы. Главе села не раз обращались с просьбой помочь. Некоторые травы и растения приходится добывать высоко в горах, в скалистой местности. Но это того стоит, говорит Загидин. Ведь они иногда помогают получше аптечных лекарств. По словам нашего героя, одно из средств помогло и в лечении его матери. Как-то она начала кашлять. Я ее в больницу положил, ей систему включили там всякие. Но ничего не помогло. Когда я ее обратно забрал домой, она мне говорит, сынок, а у нас эти корни не остались? Я говорю, остались. Она говорит, ты мне с них чай сделай, я говорю, настойку. Ну я и сделал настойку. Три-четыре дня она попила, и этот кашель прошел. Это ей тогда было где-то 78 лет. И после этого я этот кашель больше даже не услышал. Семь лет, когда я в ней был, я узнал, что это за корень. И с тех пор я его постоянно приобретаю, поднимаюсь в горы, добываю. Лекарь из Ахтынского района признается, что за 53 года своей жизни он ни разу не пил лекарства. Все болезни предпочитает лечить только народными средствами, а всесобранные травы и растения раздает людям бесплатно. Все для здоровья и блага народа. Мне 53 года, я в жизни еще укол не делал. Недавно тоже заболел, если честно сказать, может быть, и коронавирус какой-то был. Я ничего, ни укол, ничего не сделал. Свои малиновые варенья, вот это облепиховые эти, чаймы, все, что дома есть, мы потребляем. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Ахтынский район.